Добрый вечер! Это «Наше время» в студии «Каролина Король» и сегодня важно узнать о таком. Накануне глобального саммита мира Швейцария раскрыла финальный перечень участников. Своё участие подтвердили 92 страны и 8 международных организаций. Мир может быть только в случае, если все стороны будут придерживаться международного права. Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Он включает в себя систему ПВО «Айрис-Т», реактивные системы залпового огня «Хайморс» и танки «Леопард-1». Курс рубля рухнул на фоне объявленных Западом санкций в отношении России. Эксперты ожидают рост цен на товары. Как ограничения против Мосбиржи повлияют на экономику России? Для экспортеров это создаст проблемы. Им будет менее удобно продавать валюту. Для импортеров будет дороже покупать. Спорт, который помогает вернуться к жизни. Как в Одессе ветераны войны с ампутациями проходят реабилитацию благодаря гольфу. После двух-трех тренировок я втянулся и понял, это очень неплохой метод лечения ПТСР. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию. Там в следующие два дня будет проходить саммит мира. По словам главы государства, у саммита одна цель – приблизить справедливый и длительный мир для Украины. А также позволить сделать конкретные шаги в частности в ядерной безопасности, возвращении военнопленных и всех депортированных. 92 страны и 8 организаций подтвердили свое участие в глобальном саммите мира. Швейцария раскрыла финальный перечень участников мероприятия. В офисе президента Украины рассказали об ожиданиях от переговоров. Первое – мир может быть справедливым. Второе – мир может быть только в случае, если все стороны будут придерживаться международного права, где есть четкая фиксация, что такое территория, что такое суверенитет и так далее. Третье – зло обязательно должно выплачивать цену за совершенное преступление, за совершенное зло. Это несомненно. И кроме того, ненаказанное своевременно зло порождает очень много параллельных гуманитарных катастроф. Это и похищение детей, ядерная безопасность, продовольственная безопасность, разорванная торговая цепочка. Не для России, а для других стран. Потому что Россия, опять же, заинтересована в хаотизации международных отношений. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Италию для участия в саммите стран группы «Семи» встретился с премьер-министром Индии Нарен Рэм Моди. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений и расширение торговли, в частности, в контексте функционирования черноморского экспортного коридора. Также рассмотрели возможность обмена опытом в использовании современных технологий в сельском хозяйстве, говорили и о саммите мира. А также во время визита в Италию Владимир Зеленский встретился с папой римским Франциском. Среди тем обсуждения – последствия российской агрессии, российский воздушный террор и ситуация в энергетике. Также говорили о формуле мира и ожиданиях от глобального саммита мира. Президент Украины поблагодарил папу Римского за молитвы и гуманитарную помощь для населения, а также за участие Ватикана в саммите и усилия ради возвращения украинских детей, похищенных Россией. Россия должна компенсировать Украине ущерб в размере 486 миллиардов долларов. Так говорится в заявлении G7 по итогам саммита в Италии, пока лидеры стран оценивают законные пути, чтобы взыскать с Москвы эти деньги. Кроме того, Большая Семерка обещает продолжать давление на доходы Российской Федерации торговлей сырьем и энергоносителями. Россия должна прекратить свою незаконную агрессивную войну и заплатить за причиненный Украине ущерб. По данным Всемирного банка, этот ущерб уже превышает 486 миллиардов долларов. Российские активы на Западе останутся замороженными, пока конфликт не прекратится, а указанная сумма не будет выплачена Киеву. Страны G7 готовы также предоставить Украине кредит на 50 миллиардов долларов, выплаты по которому будут производиться с доходов от замороженных российских активов. Из текста декларации по итогам саммита G7. Также лидеры Большой Семерки по результатам саммита планируют ужесточить ограничения цен на российскую нефть, заблокировать будущие энергетические проекты Кремля и сократить доходы Москвы от металлов. Об этом пишет издание Bloomberg. G7 предпримет шаги, включая санкции и другие меры для борьбы с использованием России обманных альтернативных методов судоходства для обхода ограничений с помощью своего теневого флота. Также лидеры Большой Семерки планируют продолжить сокращать доходы России от металлов. Московская биржа прекратила торговать долларами и евро. Случилось это после того, как российские финансовые учреждения попали под американские санкции. Что будет с курсом рубля и приведет ли это к ситуации 90-х годов, когда банки крутили курсом, как хотели? Смотрите далее в сюжете. Московская биржа со вчерашнего дня объявила о прекращении торгов долларом и евро. В день России 12 июня Минфин США сделал РФ подарок. Внес в московскую биржу старейшую и самую важную площадку валютных торгов санкционный список. Также под ограничения попали национальный клиринговый центр и национальный расчетный депозитарий, выступающие посредниками при торгах долларами на российской валютной бирже. Смысл этих ограничительных мер американского Минфина не в том, чтобы сделать более сложную жизнь каждого россиянина, а в том, чтобы сделать более сложным импорт всего того, что России нужно для продолжения военных действий, и чтобы уменьшить доходы от экспорта нефти. Это, как говорил один из сотрудников американского Минфина недавно, цель санкции – это подсыпать песок в механизм российской экономики. Вот это именно такой песок, который все не ломает, но делает все несколько более медленным, сложным, тяжелым и менее выгодным. Московская биржа – важная часть всей российской финансовой системы. Именно там банки, бизнесы и инвесторы покупают и продают валюту, как доллары, так и евро с юанями. В зависимости от хода торгов российские центральные банки устанавливают курс рубля, который влияет на курс в банках. Но новые санкции систему сломали. Сейчас уходит из всей этой структуры одна вот такая важная площадка, где можно было покупать доллары и евро. То есть теперь это будет много разных таких разрозненных игроков, и ЦБ уже заявил, что он будет определять курс этих валют, основываясь на данных небиржевого рынка. То есть он будет собирать в ежедневном режиме некий фидбэк от банков, и по результатам его будет выводить такой средний курс, который теперь станет официальным курсом ЦБ. На практике это значит для обычных людей, что, скорее всего, будет чуть менее выгодно, еще чуть менее выгодно и еще чуть более сложно купить валюту. Предрекают, что теперь торги могут проходить напрямую между банками без участия биржи. Так было в 90-х, до старта электронных торгов. А это откат на 30 лет назад. Я вам просто наведу практически цитату чиновника Министерства финансов России. Он в ответ на вот эти анонсы вот этих следующих американских санкций, он сказал, что это приблизительно ситуация 1995-1996 годов. То есть это отбрасывает Россию в период вот этих инфляций, гиперинфляций средины 90-х. Ну, в принципе, я сейчас рекомендую следить за курсом российского рубля, который я ожидаю только от анонсов этих санкций. Он сейчас продолжит свое стремительное падение. Ну, и это будет самый объективный критерий, насколько эти санкции работающие. Эксперты не исключают, что происходящее отразится на инфляции. В первую очередь это будет касаться импортных товаров. Они подорожают. Для экспортеров это создаст проблемы. Им будет менее удобно продавать валюту. Для импортеров будет дороже покупать. Это, на мой взгляд, все отразится на инфляции. Должен немного подорожать импорт из-за неопределенности курса и из-за того, что спред между покупкой и продажей расширится. Аналитики не ожидают дефицита валюты, однако прогнозируют, что в стране могут возникнуть сразу несколько курсов – официальный и черного рынка. После того, как российская финансовая система лишилась удобного и безопасного инструмента для обмена валюты, предсказывать курс рубля специалисты не берутся. Банки, в свою очередь, утверждают, что на их работу новые санкции не повлияют. Однако сразу после новости об ограничениях в некоторых финучреждениях курс доллара уверенно перевалил за сотню, а где-то доходил до 200 рублей. И уже сейчас в российских городах выстраиваются огромные очереди возле обменников. В Одессу с рабочим визитом приехала посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринг. Об этом она сообщила в соцсети Икс и отметила, что ее визит должен способствовать укреплению двусторонних отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки. Также она встретилась с главой Госпогранслужбы Украины Сергеем Дайнека и главой регионального управления морской охраны пограничников Олегом Костром. Прокуроры Международного уголовного суда расследуют кибератаки России на украинскую гражданскую инфраструктуру, совершенные после полномасштабного вторжения как вероятные военные преступления. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники. Расследование касается кибератак России на инфраструктуру, которые ставили под угрозу жизни людей. В частности, выводили из строя электро- и водоснабжение, связь с аварийными службами и сервисы предупреждения о воздушной опасности. Среди подозреваемых группа российских хакеров, которая может быть связана с военной разведкой России. Оперативный план расширения поддержки Украины одобрили министр обороны стран НАТО. Об этом сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. План включает в себя увеличение роли блоков в поставках оружия Украине и обучении бойцов. В частности, к выполнению задачи будут привлечены около 700 военных из стран НАТО и партнеров. Обучение украинских солдат будет проходить на тренировочных базах в странах Альянс. Мы добились значительного прогресса на обоих фронтах. Что касается Украины, мы согласовали план, определяющий, как НАТО будет руководить координацией безопасности и обучения. Это позволит лидерам НАТО начать работу над Вашингтонском саммите в июле, поставив нашу поддержку Украины на более прочный фундамент на годы вперед. Также, по словам Столтенберга, Россия в последнее время увеличила количество враждебных действий по отношению к членам НАТО. В частности, речь идет о кибератаках и использовании мигрантов. Он отметил, что Альянс будет защищаться от любых враждебных действий. Группа по украинским коммуникациям, так называется Международный центр противодействия российской дезинформации, который открыли США и Польшу в Варшаве, в организацию войдут представители 12 стран мира, в том числе Германии, Канады, Италии, Франции и самой Украины, пишет Associated Press. Основная задача группы – это выявление и противодействие дезинформационным компаниям Москвы, направленным на ослабление поддержки Украины в мире. Подробнее в материале. Поддержка Украины и защита глобального информационного пространства – основные задачи Международного центра противодействия российской дезинформации в Варшаве. Кремль постоянно использует ложь и манипуляции, чтобы распространять ложные предлоги для своего неоправданного вторжения, затушевать цели развязанной им войны и попытаться ослабить мировую солидарность с украинским народом. Группа по украинским коммуникациям призвана противостоять этим лживым нарративам и помогать правдивому освещению стойкости и мужества Украины перед лицом российской агрессии. Из заявления Госдепартамента США на сайте ведомства. В 2024 году внешнеполитическая служба ЕС выявила больше полутора тысяч случаев про кремлевской дезинформации. Всего же за последние 9 лет в странах Евросоюза зафиксировали 17 тысяч таких инцидентов. Неправдивая информация, которую Кремль распространяет в Европе, преимущественно касается Украины. Большая часть данного контента, свыше половины, была направлена против Украины и касалась ее лидера в ситуации в стране, внутренней и внешней политике. Вторая по величине смысловая категория – восхваление России, ее лидера в ситуации в стране и политике. А на третьем месте антизападный контент – компании по очернению ЕС, его политиков и дезинформации о жизни в государствах Евросоюза. Например, Европа замерзает без российского газа. Из публикации издания Deutsche Welle. Россия на пропаганду денег не жалеет. Для распространения фейков Москва использует подконтрольные СМИ так называемые сайты-двойники европейских официальных представительств и изданий, а также западных чиновников. 17 мая 2024 года Совет ЕС запретил деятельность четырех СМИ, связанных с Кремлем. А именно «Реа», «Новости», «Известия», «Российская газета» и базирующиеся в Чехии, связанные с Виктором Медведчуком, интернет-портал «Voice of Europe». Европейский Союз после начала полномасштабного вторжения России в Украину предпринял беспрецедентные до этого мероприятия, направленные на борьбу с российской дезинформацией, на противодействие российской дезинформации. Введены санкции против российских СМИ, телеканалов, информагентств и так далее, заблокированы их доступ к ресурсам на территории Европейского Союза и так далее. Но, тем не менее, российская пропаганда всегда находит лазейки, находит инструменты для того, чтобы достучаться до европейской аудитории, для того, чтобы манипулировать аудиторией, для того, чтобы стравливать людей, для того, чтобы ссорить людей друг с другом, провоцировать конфликты. Ну и мы на сегодняшний день видим, что введенные ограничения, они являются недостаточными. Теперь Кремль делает ставку на распространение дезинформации не в классических СМИ, а в социальных сетях. Так, согласно опубликованному 11 июня 2024 года докладу испанской организации по проверке фактов, Maldita.es, YouTube и социальная сеть X часто не принимали мер по борьбе с дезинформацией перед выборами в Европейский парламент. Так, видя хостинг YouTube, не реагировал в отношении 75% дезинформационного контента, а социальная сеть X в 70% случаев. В Европе действуют разные группы в соцсетях. Они очень оживились перед выборами. Снимали ролики, где проталкивались нужные для Кремля нарративы. Увы, те, кто подвержен манипуляциям, как раз на эти публикации и положительно реагируют. Наталья Шавшукова – политолог в интервью изданию «Голос Америки». Основная цель Кремля – подорвать поддержку Украины Западом. Для этого Москва применяет традиционные методы – пропаганду, дезинформацию и диверсии. Мы, как и спецслужбы других стран, получаем информацию о деятельности российских спецслужб, которые пытаются вербовать за пределами России людей, желающих осуществлять диверсии на территории европейских государств за деньги. Цель – дестабилизация, стремление вызвать страх и сомнения у граждан в том, что их государства способны их защитить. Служба безопасности Чехии в социальной сети X. В апреле 2024 года чешская полиция заявила, что взрыв 63 тонн боеприпасов на складе в Вербетице в октябре 2014 года был результатом операции Главного разведуправления России. А 10 мая Чехия объявила в розыск Андрея Верьянова, одного из высокопоставленных офицеров ГРУ, ответственного за диверсию в Вербетице. Нынешняя диверсионная кампания Москвы направлена прежде всего на нарушение цепочки военных поставок в Украину, считают аналитики. Эту деятельность российские спецслужбы ведут уже 10 лет. Эстония стремится к тому, чтобы союзники по Североатлантическому альянсу инвестировали в оборону 2,5% ВВП, а нынешний 2%, установленный на уровне НАТО, считает недостаточными. Об этом заявил министр обороны Эстонии Хану Певкур в ходе заседания альянса в Брюсселе. Он отметил, что Россия не собирается меняться и продолжает угрожать. Кроме того, Россия вкладывает все больше и больше средств в оборону, поэтому страны НАТО также должны инвестировать больше. Четыре военных самолета России нарушили воздушное пространство в Финляндии, заявляют власти государства. По словам пограничной службы, два бомбардировщика и два истребителя нарушили воздушное пространство в Финляндии в восточной части Финского залива, зайдя на 2,5 километра вглубь ее территории. Ведомства отметили, что продолжают расследовать инциденты. По данным пограничников, погодные условия для полетов были хорошими, поэтому это не должно было повлиять на выбор маршрута российских самолетов. И напомню, что последний такой инцидент произошел в августе 2022 года, когда два российских истребителя влетели в воздушное пространство в Финляндии. Тогда страна еще не была членом НАТО. Штаб сухопутных войск НАТО будет базироваться в Финляндии. Об этом заявил министр обороны страны. Он отметил, что у этого штаба-альянса будет задача управлять наземными военными операциями на севере Европы и в Скандинавии. Также в новой командной структуре все североевропейские страны будут подчиняться объединенному командованию НАТО в американском Норфолке. Глава Минобороны не уточнил, где именно и сколько войск будет, сказав, что детальное планирование еще продолжается. Германия выделила для Украины новый пакет военной помощи. Об этом сообщили в правительстве страны. Он включает в себя систему ПВО «Аристи», реактивные системы залпового огня «Хайморс» и танки «Леопард-1». Также в новом пакете будут различные боеприпасы, стрелковое оружие, 4 миллиона патронов, средства для разминирования и обезвреживания снарядов, лодки, а также IT-оборудование. Дания будет инвестировать в производство украинского оружия. Это первая страна НАТО, которая сделает инвестиции, сообщили в Министерстве обороны Украины. В рамках 23-го заседания в формате «Рамштайн» Дания и Украина подписали меморандум о закупке вооружения и техники у украинских производителей. Также Нидерланды согласовали намерение сотрудничества с Украиной для поддержки украинского оборонно-промышленного комплекса. На Покровском направлении российские оккупанты не уменьшают давление на украинские войска. Противник ищет пути, чтобы вытеснить силы обороны с занятых позиций. Также армия РФ увеличила количество атак на Купинском и Лиманском направлениях. Захватчики безуспешно пытаются продвинуться у Невского и Грековки. А на Серебрянский лес скидывали авиабомбы. На Краматорском направлении российские войска пытались продвинуться в районах Богдановки и Андреевки. Обе атаки отражены. Из начала нового наступления на Харьковском направлении российская армия уже потеряла 4000 военных. Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица». А также уничтожены по полсотни танков и боевых бронемашин, шесть систем ПВО и почти 40 складов с боеприпасами и оружием. Тем временем бойцы подразделения Омега Национальной Гвардии нанесли удар по российскому полевому складу на Харьковском направлении. Вследствие уничтожено около сотни одноразовых гранатометов, а также огнеметы и патроны разных калибров. По данным украинских защитников с этими припасами, российские оккупанты планировали вести наступление. А вот так противник лишился еще трех танков, бронированного тягача и боевой машины пехоты. Это результат работы бойцов роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Пегас» с первой отдельной танковой бригады. Они поразили технику россиян точными попаданиями FPV-дронов. Уничтожение восьми танков и восьми боевых машин пехоты противника на Покровском направлении показали военные 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша. По словам украинских защитников, вследствие слаженной работы, в частности разведчиков, артиллеристов и пилотов, ударных беспилотников, удалось остановить очередную штурмовую группу российских оккупантов. А так украинские бойцы отрабатывают высадку десанта с вертолетов, сообщили в сухопутных войсках ВСУ. По словам военных, такие маневры позволяют быстро и неожиданно доставить войска в нужную точку, таким образом обеспечивая внезапность и перехват инициативы на поле боя. Эти учения — часть специальной подготовки личного состава и экипажей вертолетов для выполнения сверхсложных задач, говорят украинские защитники. За минувшие сутки силы обороны Украины ликвидировали 1250 российских военных, сообщает Генштаб ВСУ. Всего армия РФ потеряла 524 тысячи единиц личного состава. Также украинские защитники уничтожили 8 танков, 26 бронемашин, 48 артсистем и 3 системы ПВО. Российский военно-транспортный самолет Ан-26 упал и разломился пополам около взлетно-посадочной полосы на Ямаль в России. На борту находились 5 членов экипажа и 36 пассажиров. СМИ пишут, что из-за сильного тумана и плохой видимости пилоты судна выпустили шасси раньше необходимого, из-за этого борт задел ограждение и рухнул вниз. Пока официального подтверждения этой версии нет, известно, что самолет приземлился в двух километрах от аэродрома и пострадали три человека. Сила обороны Украины системно уничтожает военные объекты. В оккупированном России Крыму под ударами вооруженных сил Украины командные центры, аэродромы, Черноморский флот России, Керченский мост, паромные переправы и средства противовоздушной обороны. Поставки американских ракет позволили Украине активизировать атаки по военным целям, так пишет Atlantic Council. Ослабление позиций российской армии в оккупированном Крыму – это удар по престижу Кремля и будет иметь серьезные последствия, так считают аналитики. Детальнее в материале. Окупированный Россией Крым больше небезопасен для захватчиков. За последнюю неделю силы обороны Украины уничтожили на полуострове три российских дивизиона ПВО. Уничтоженные украинскими военными российские комплексы стоимостью в 2 миллиарда долларов – значимая потеря для российской армии. В целом, за последний год украинские атаки с использованием беспилотников и ракет значительно участились. Цели ВСУ – командные центры противника, военные базы, аэродромы, российский Черноморский флот. Новая волна ударов свидетельствует о том, что Украина хочет постепенно изолировать российские войска в Крыму. Именно эта стратегия привела к успеху в Херсоне на юге Украины два года назад. Из публикации издания «Дивельт». Чтобы сохранить то, что осталось, Россия перебрасывает на оккупированный полуостров новые зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей». Появились в аннексированном Крыму новейшие элементы С-500. Это будет достаточно опытное применение, но они уже появились там. Кирилл Буданов, начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины. В эфире марафона «Едыни новыны». Российская Федерация продолжает использовать для переброски ресурсов и личного состава Керченский мост. Правда, после успешных украинских атак для тяжелых железнодорожных перевозок он непригоден. Поэтому обстрел в конце мая 2024 года Украиной паромных терминалов по обе стороны Керченского пролива стал очередным ударом для России. Повреждены два железнодорожных парома «Авангард» и «Конратрейдер». Одни из немногих оставшихся путей снабжения российской армии. С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину ВСУ удалось уничтожить или вывести из строя треть кораблей Черноморского флота России. После российской блокады Украина смогла восстановить свои экспортные маршруты через Черноморские порты Одесса, Черноморск и Южный, а также через Дунай. Фактически Украина делает все более сложным для российских войск удержание Крыма. Из публикации издания Die Welt. Путин вложил огромные деньги в военную инфраструктуру оккупированного Крыма. И теперь вся она под угрозой. Ведь на вооружении у сил обороны Украины есть ракеты атакам с дальностью 300 километров, а также крылатые ракеты «Штормшэйдоу» и «Скальп». Это новая глава в этой книге под названием «Российско-украинская война». И эта глава очень интересная, потому что в ней будет много интересного и хорошего написано. Но не про россиян. Воздушная составляющая является тем единственным окном, через которое они продолжают упорно стучаться к нам в Одесскую область. И не только. Я имею в виду ракетные атаки, шахедные атаки. Потому что на суше успеха они не имели. В море точно так же. Аналитики Института изучения войны считают, что целенаправленная компания Украины, направленная на деградацию российской противовоздушной обороны, в будущем позволит украинской армии более эффективно использовать самолеты. В частности, истребители F-16. Спорт, который помогает вернуться к жизни. В Одессе ветераны войны с ампутациями проходят реабилитацию благодаря гольфу. Группа гольфистов, состоящая из восьми бывших и действующих военнослужащих, уже прошла обучение этому виду спорта и готовится к участию в ветеранских турнирах. Детальнее об этом в сюжете наших коллег. Сергей – десантник. Его боевой путь начался в 2022 году. Сразу после призыва мужчина попал в Харьковскую область, где сначала вместе с побратимами держал оборону. Затем пошли в стремительное наступление. Во время боевой операции в Белогоровке, в Луганской области, воин получил ранение и потерял ногу. Определенное время противник не знал, что мы находимся на позициях. Потом они все-таки вышли на наши позиции. Завязался бой, начался артобстрел. И 120-я мина попала в дерево надо мной. Посыпались осколки. Ногу ампутировали почти сразу. Она буквально висела. После эвакуации и реабилитации Сергей вернулся в родную Одессу. Несколько месяцев назад парню предложили заняться гольфом. Абсолютно новым для него видом спорта. Максимально в восторге от этой игры. Я раньше не понимал, зачем она вообще, как это все. Но после двух-трех тренировок я втянулся и понял, это очень неплохой метод лечения ПТСР и вообще для ампутантов. Спустя несколько тренировок Сергей освоил базовые приемы гольфа. Гольф – вид спорта, который только кажется статическим, объясняют тренеры. Нагрузку спортсмены получают во время удара клюшкой. Много сил уходит и для того, чтобы дойти к лунке. Поэтому гольф – идеальный баланс между физической и кардионагрузкой. Это индивидуальная игра. Это спорт для джентльменов и леди. Правил игры. Очень много. Вот такая вот книжка большая. Правил этикета еще больше, чем правил игры. Поэтому это интересный довольно-таки вид спорта, перспективный. Я надеюсь, в нашей стране он все будет все больше и больше развиваться. Но главное – гольф – это вид спорта, который требует максимальной концентрации на процессе. Поэтому отлично подходит для психологической разгрузки и восстановления. Ребята приезжают совершенно разные – с госпиталей, с больниц, с центров, с фондов. Мы предложили, и ребят нам привозят, и мы занимаемся реабилитацией, тренировкой, подготовкой их к сборной Одессы на выставление на Украинском чемпионате Украины. Тренировки по гольфу проводятся уже больше года. За это время некоторые ветераны показали первые результаты – победы в небольших аматорских турнирах. При этом занятия открыты как для ветеранов войны, так и действующих военнослужащих. Я действующий военнослужащий. Прохожу так реабилитацию. Играем в гольф. Это благодаря моему товарищу Алексею. Пригласил нас. Мы поиграли, нам понравилось и планируем заниматься и дальше. В ближайшее время участники группы планируют принять участие во всеукраинском турнире. И, возможно, попробовать свои силы за границей на международном уровне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok